Вот мы собрались и идем к Горину на прием. Мы все по одному вопрос. Здравствуйте, вы уже говорите, да? Да, да, да. Как же вы тогда с Надеждой Владимировной порешали вопрос? Она не хочет его решать. Она даже не собрала у нас никакие справки, Надежда Владимировна. Она вообще ничего не собирала. Мы когда к нам приезжали к Охарчу, и женщины с рекордом ЖКХ, ей тоже сам сказали. Справки у нас не были никаких собранных. А сколько, 5? 2? 2? Мальчик и девочек, Рогнат, пол. Спасибо. Они даже не учитывая то, что мы сгорели, у нас была трехкомнатная квартира. В данной квартире мы вообще живем по... Как он называется? Нет, который вверх, но все это так. Потому что у нас вверх, но все это так. Они нам дают, опять же, в основной квартире. Опять же, мы сгорели, опять же, мы сгорели. Чтобы она это работала, мы увидели, когда он ей привезли к старостажению. Вы-то одна, да? Проживатели тоже. Нет, у вас 7 человек, да? А сколько детей? То есть у вас в квартире прописано 7 человек, зарегистрировано, да? А детей сколько? Не совершенно летний, да? Не, значит... И вы тоже не переехали, ничего. Как проживаете? Это ваша мама, насколько я понимаю? Да, она сама как прожила. У мамы одна в квартире. Нет, она вот как раз в вашей квартире, да? Да, 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 да. А сможем-то у вас как-то хорошо сбываться? То есть я просто... Я вот такого... Ему долго выписали. Так ему одному? Даже гипотетически вывод? Нет, на 12 квадрат. На 12 квадрат. На 12 квадрат. Да, на 12 квадрат. Разделили. Разделили. Хотя квартир съемщик, квартира. А из-за его комнаты еще 5 метров я должна забрать. Из-за его комнаты. Но как минимум, если вы в разводе, вам должны были дать два помещения. Она не знала, что мы в разводе. Они же не собирали, когда нас... Они не собирали, когда нас... А, вообще... Я выпускали, как раз. Да. И рассудили, там под погоду. Там у нас артира коммунальная, одни пущие люди, и которые сидели, они дали квартиру. А она... А я с тобой... А вы, я свою... Вы имеете ввиду в прошлом. Время в феврале. Были? Да. На личный прием. Время в феврале. Дадим ее жилье. Она даже не хочет с ней нам разговаривать, Надежда Владимировна. Она приехала и... Я не знаю. К сожалению, это их полномочия, но, к сожалению, и к счастью, этот вопрос решает. У нас же даже нет земельных участков. Для того, чтобы, допустим, предоставлять жителям города Киржача многодетным или, как положено, это по закону, Надежда Владимировна отказывается. И нам приходится решать вопросы, предоставлять где-то на территории Киржачского района эти земельные участки. Но вникать, к сожалению, мы не можем и контролировать ее работу. Она же, как вы понимаете, всенародный избранный глава. За нее проголосовал весь город Киржач. Там все проживающие 30 тысяч населения. Ну, не, но вы не голосовали, но кто-то голосовал, но так или иначе... Кто-то верил, а Давида нам не оправдал. Он не оправдал, что кто-то голос дал. У нас так все нет. Хаил Владимирович долго не был. Он сейчас уже, он едет. У нас, да, Алексей Архипович Леонов приехал на мемориал, там же тоже ремонтные работы, поэтому вот я уж вас пригласила, прошу прощения, он уже едет по дороге из Новоселова. У нас тоже, как бы, нас никого нет, у нас приемка образовательных организаций, везде ремонтные работы, и мы ездим тоже с пожарными, Роспотребнадзором, чтобы покрашено было, кухни были в соответствующем виде и так далее, пожарные сигнализации. Ну, такой тяжелый месяц. И конец июля, начало августа. Потом у нас не приступили к ремонту фасады пятой школы, шестая школа у нас большие, ремонтные работы. Куда у нас сразу что-то положатся? Фасад пятой школы, а здесь не за счет родителей? Да у нас родители... Дорогие, я его предложил. Не правда. Мы не дали. Не правда. У нас было, выделили деньги, размер 4 миллионов рублей. Как они утверждают, что никаких жалоб не было? Сам Черныск признается. Это еще в 13-м году. Как бы предложили где-то по 1800 добрать. Я перепутал бы мой конушек над Черныском. Я не знаю. Когда мы были на собрании, мы ездили с Николайом, дошли родители с учителями и родители сказали, там, видимо, какой-то конфликт у учителя и директора. Я говорю, вот конкретно говорите, потому что я сейчас прямо Ирина Степановна и буду задавать вопросы. Почему? Да, а, там был вопрос о переезде детей, о переезде детей из одного кабинета в другой, то есть класс переводили. И получается, что родители предложили отремонтировать. Ну, во-первых, ремонтные работы это чисто добровольные, в классе кабинете непосредственно, решение родителей, решить родительский комитет купить какое-то оборудование. Это только в этом году варя пошла. Да, а я говорю, если есть какие-то претензии, что первый раз в этом году давайте выскажем. Выскажем. Ну, мы еще фасады нам ремонтировали. Ну, нет. До четвертого класса на добровольном окне. Ну, мы окна вставляли вот то, что металлическая литература, это да. То есть есть какие-то, ну, учебники дают, а вот металлическая литература да, родители. Намного ромается. То, что... что в шестой школе собирать на металлические, чем у них пятый. Ну, вот дешевле. Я не знаю, но никто не приходит, не двадет. Потому что они признают, что вода в подвале и не знают, откуда она берется. И жалобы. В школе также там часть фасада будет и крыша полностью будет ремонтироваться. Что-то, да, родители где-то потрасили, где-то там они забор подремонтировали. Там тоже вопрос, опять же, Надежда Владимировна. Мы не столько много собирают, нас мало. Хотя школа достаточно, несмотря на то, что мы говорим. Мужчина, вот мое мнение, как женщина, школа обихожена. Все по-кошему там. обычно мужчине, ну, в времена Деда Мороза, в детстве отстали. Ну, она оборудовала ей, чтобы она отменила эту незаконную межрегическую комиссию. На что нам ответили, что будет проведена в 17-м году обследование. В феврале, как она вам сказала, в конце февраля. Ну, это одержит и все, но это не нравится. Ну, она возраст берет свое. Возраст берет свое. Но она тоже молодец, свое отказано. Ну, Владимир, я все переписала. Ага. Спасибо большое, что... К сожалению, постмажор не однажды задержался в совещании. Жан Борисович, подожди, я с такси, подожди. У меня там не что делать. Татьяна, ты? Длина. Подожди. Давай сейчас минут переговорим. А у нас... Можете поменяться, чтобы поближе сесть. Нет, тут перекидывать неудобно. Сот с найма. То есть вы абсолютно две разные семьи. Тут какие-то не работают. может быть. Не стерпенция, не ведет. Ты шестьдесят неделю. Так, кто у нас еще? Нет. У нас даже в законе что не совать, что не получится. Алло. Я не сказала, в законе же, кто стоит, как поговорить себе. Возможно же, привел к предоставлению нормального жилья. Да. Они переведутся вам. Так они нам говорят, ну да, вам не нужна. Опять же, возможно, они после времени ничего. Там же, там же, это также в законе прописано, что не надо. Зайди сюда, пожалуйста. Еще год 20 лет, и не же 20 лет. Так, давайте начнем с одного, то есть, прежде всего, Дмитрий Александрович еще зайдет, который сейчас в главе торкодил, он просил разобраться, кто был на приеме, когда. сейчас нашли. 9 февраля, мы были у вас на приеме, я так закрепляю, миссарч, кардинова, записанная, она одна была, присутствовали с ней, вопрос, вопрос на этом, дело в том, что, какой вам ответ дали, какое письмо было? Ну, было письмо одном, вот, это за подписи вашего письма, это ответ, и еще у нас был коллективный, вот, видимо, просто, как вам ответ дали? Ну, за один раз, почитайте, не наш ответ. Нет, я просто вопрос, у нас, как бы, вопрос, как бы, вы понимали, я почему начал с этого? Прежде всего, почему до определенного момента я не имел права вмешиваться в эту ситуацию, то есть, черта города, городская программа, соответственно, не занимался абсолютным городом, то есть, после 31-го закона распределены зоны ответственности и полномочий, которые занимаются каждый глава. поэтому, и ответ был, я даже не уникая вот в эту ситуацию, то есть, мы ее разобрали, то есть, и понимаем, что в данном случае мы превышаем полномочий, если бы влезли, и не имели права заниматься этим. Сейчас ситуация, ну, я не говорю, что в корне, но она поменялась в том, чтобы есть определенный поручение губернатора, прямое. Разобраться и помочь, разобраться и помочь. Вот в данном случае, давайте не будем оспаривать факт того, что первое, жилет признанно аварийным, оно признано. Но по закону оно не признано. Подождите, факт есть, признаем, правильно? Решение суда есть, было протестование, но оно устояло. Соответственно, судебные приставы получили, что команду исполнились для выполнения решения суда. Это тоже не подождите, я просто констатирую факт, да, то есть, вот есть факт. В данном случае, этот факт есть, он устоялся, и мы его принимаем, как есть, как должное. У вас есть право оспаривать любое решение, если есть нарушение прав человека, семьи, малолетних и так далее, и тому подобное, то есть, а это все рассматривается и все обсуждается. И судебные порядки, и соответственно, сейчас вам. В данном случае, я хочу понять, по конкретным предложениям, которые в ваш адрес были высказаны администрацией города по переселению, какие проблемы, с чем вы не согласны, и в чем я могу помочь, выполняя поручения губернатора. Вот, в принципе, коротко. Если я смогу сейчас удовлетворить какими-то своими моментами, я вам скажу, если надо что-то мне проработать, мы, значит, возьмем определенное время, и вы будете контролировать эту ситуацию, и я, потому что по-другому я не могу. То есть, решать вопрос надо. и никто вас, извините, не бросает, никто вас не считает быдлом, да, как вы говорите. Ну, извините, нас надежда в интернете алкоголиками обозвала, это нормально, меня дети даже стесняют. Если есть такое, то есть, вы правильную это пожаловаться, ну, а что такое, если она приехала к нам и стоит нам говорит? Ну, вот сейчас как мы, у нас уже опередили вопрос, значит, у вас хорошие девочки. Подождите, 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 давайте откровенно, я вам скажу, опека по непосредственно совершеннолетиям это не полномочия города, это полномочия района. И мы не один раз приезжали к вам и факт того, что у вас, извините, отношения к семье замечательные, никто не оспаривает. То, что создается тепло и уют в семье, никто не оспаривает. Наоборот, все подтверждают, что там, извините, вопросов нет. И мы даже не можем никаких моментов сказать, что извините, вы не выполняете так, что материнские какие-то пуски или семейные обязательства не выполняйте. Все вы делаете, все правильно. Поэтому, с нашей стороны, к вам вообще претензии никаких нет. Давайте мы не будем переставлять на другое власти. У меня вопрос, вот раньше у вас не было этой компетенции решить жилищные вопросы, теперь у вас... Давайте откровенно, у меня нету сейчас это компетенция, у меня есть поручение губернатора разобраться в ситуации и есть возможность, если есть возможность, помочь, соответственно, с привлечением может быть определенного ресурса в области. То есть, я хочу понять, в чем помогать, потому что я... Извините, вот я перепели... Ну, мы вчера с вами разговаривали, я посмотрел, конечно, пока мы не отзывали, я посмотрел, вот везде есть претензии к решениям, к решениям суда, к решениям этим, но нету нигде вопроса, а в чем-то помощь-то нужна. Понимаете, вот в данном случае я вчера с Ириной Николаевной разговаривал, правильно, да? разговаривал, не устраивает жилая площадь. Я сразу созвонюсь кому, Дмитрий Александрович, будь добра, у меня там лежат схемы квартир, которые сейчас вам предлагают. Спасибо большое. Вот. Он вчера нашел большей площади. Если это устраивает, я сейчас вам вот там, посмотрите, номер квартиры, если устраивает этот вопрос... Но как с доплатой, это будет? Это не ваша проблема. Это не ваша проблема. Предлагались доплаты в 300 тысяч. Это не ваша проблема. Это проблема уже наша решить, потому что на самом деле, если у вас были жилая площадь непосредственно, где дети проживают, и вам сейчас нарушение дали с меньшей площади, правильно, Жан Борис? Ну да. То есть, тем более... У меня вообще дали с бывшим мужем. Они развились в 2010 году. А у них просто документы. Они не запрашивают, ничего не собирали. Насбирают руку в таком. Вот поэтому, вы и услышите меня, пожалуйста. Поэтому и дано поручение. То есть, есть определенный уровень, который занимался. Сейчас уровень района. Разберись, о чем там дело-то. Вот сейчас, допустим, по семье Погодкин, извините, что я так называю, так скажем, вопрос по квадратным метрам. Смежные комнаты не должны находиться, соответственно, здесь. Если устраивает, я эту ситуацию должен доложить губернатору, что для решения проблемы необходимо следующее. правильно, согласно закону, предоставить жилую площадь для вас, вашей семьи, правильно? Ну, давайте, нам не акцент не делайте. Нет, я первый, я акцент делаю. Подождите, первый вопрос. Правильно, по-моему. Дальше у нас кто? Шабанов, это Шабанов, извините. То есть у вас, оказывается, развод был в десятом году, но вы можете доказать, что вы развелись ранее. Правильно? Когда, вот смотри, у нас тогда все, подождите, вот тогда, чтобы учесть, тогда муж не был, не имел право населяться в ту квартиру, правильно? Ему должны были, не буду тогда предоставить другую квартиру, правильно? Смотри, тогда кто согласен по площади, в которой она имеет право. саму собой нещая, нещая же. Вот момент правильно, по Шабанову, теперь Калькова, кто? Вы вместе, то есть этот вопрос, я сейчас обозначил, да? Ну да, теперь и Чиманина, правильно, не ошибся, что у вас 7 человек, прописано, у вас есть 2 детей, у вас какая проблема, что не удовлетворяет вас? На них стоят тоже на очереди, от стоят 30 с лишним летом. У них там несколько семей, где у нас, будь зоку, пожалуйста, я предупредил, чтобы она была здесь. Вы стоите на очереди, вам сейчас предлагают, нашел там, космонавтов, жилье, что за жилье, вам согласно вот этой мене, дашь на дашь, извините, там 10 метров на 10 метров, Ну я, грубо говоря. Правильно? Мы там тоже желаем, лучше добавим на 6 квадратных метров. У вас уменьшенный там? Да. Вот у нас по Александру всегда у нас даже больше добавленный вопрос. Ну вот, мы вам все, вот у нас есть бумажки. Вот мы с мамой, мы раньше проживали в... Трехкомнатной квартире. Ну они так приседают вам. У нас вообще была трехкомнатная квартира, 66 квадратных метров. У нас сгорел дом. Нас вот вселили в этот дом. Вот это вот это дом. А нам твердят, что мы стоим на очереди как на улучшение. Я говорю, мы не на улучшение стоим. Мы ждем свои законные квадратные метры. Сейчас мы узнаем. Подождите, у нас очередь-то у нас находится, да? Нет, нет. Ну как погореться стоять? Все в городе, да. Опас, как погореться, на реводные очереди потом перекинули. Ну вот еще, Михаил Владимирович, да. Вот вчера вы говорили, что мы не выдвигаем требования. Вот мы их выдвинули, выглядели скороспелами. Что она нам ответила? Я вот все документы, которые взял, я... Ну вот вы говорите, что здесь мы только по решению сюда. Вот мы ей выдвинули требования, выговорить. Говорят, что там не было жалоб. Вот почитайте, еще в 13-м году Чернух отвечал, что там жалобы были, что в адвок подвале стоит постоянно. Однако везде пьешь, что там не было. Этой воды. Почему вот у нас, вы говорите, вопросы у нас их много. Я вам оперировал, когда пришел, то, что я собрал, я затребовал документы с города, вот у меня вот они. Да, потому что вся переписка в городе. То есть, по этим я делаю протянуло. Если мне сейчас даете почитать, я сейчас иду, что сейчас нет. Прочим устранить допущенное нарушение в жилищном законодательстве, улучшение представлений, указанное на представлении прокурора от 15 до 16-го года, в том году. Вот представление есть у нас прокурор, который ввел, вот у нас есть доказательства, что там скук денег разворована, вот наши изначальные отказные, вот что наш дом исправный. А тебе долго добираться, мне у вас этих нет документов, у меня жизнь не предоставлю. Это мне нужно, а здесь. Возьми такси, пожалуйста, тебе там рублей. Давай, прям ко мне. Вчера просили вот документы, то что убавленный жилплощадь, но почему? Вот эти были, вот это распилов, это Калокина, почему же она, это все не принимала во внимание, вот это я вам не могу отдать, это у меня есть такая бумажка, это надо тогда, копию, создавать и ту, и ту, и ту, и бумажа. Сделайте копии, там же нам хорошо. Вот у нас, видите, вот там она назначает. Вот это вы отдаете. Вот вчера. Ну это можете взять у меня есть. Давай сделать. Давайте так, пилинг, вот смотрите, я читаю, просим устранить допущен нарушение жилищного законодательства. Я вас очень прошу, я с самого начала начал подоговорить. Я вам сейчас подожди, не хочу сказать, почему это было. Это было после выступления Анны Юрьевны, вновая, вестив с этим, как его, с Киселем. Тут же нас пригласили 1 декабря, вот что она нам предлагала. Нам надо решить этот вопрос. Почему я вам сказал, что мы просим записать? Она, извините меня за грубое выражение, укладки сложены. Нам надо с вами решать этот вопрос, мы должны этот вопрос, проблему эту решить. Что вы хотите? Мы написали заявление, получаем ответ, что будет проведено обследование дома. Это уже вторично они назначают. Его нету, и нас опять действует. Давайте я вернусь к тому, с чего я начал. Ну, вот видите, у нас никак, опять же, девушки молодые, уже подготовились просто. Хорошо. Мои дорогие, не дают нам никак стань. Я вам одну могу сказать, что здесь определенные пахты, которые уже состоялись. Правильно? В данном случае я призываю вас нормально отнестись к ситуации, когда... Да, еще вот сюда тоже запишите семью корзинной, которую вчера вы выкинули. На ней дом стараюсь сидит, у них как дверь, корзина. Корзина. Дверь сняли, из нее, они сидят дома. А что там за проблемы? Корзина. Светлана Константиновна, когда им предоставили, там тоже была убавлена жилая площадь. Там дети есть? Ну, там взрослые дети. Но это же не говорит о том, что их можно нарушать. А что там нарушение было? У них тоже жилая площадь убавлена. Ну, сейчас вот умер брат мой. Именно общий или жилая? Жилая. Жилая убавлена. А у нее, она живет, и двое взрослых мальчиков, извините меня с ней. С мужем они... А то мы будем решать только наш вопрос, они что же люди. То есть у нас получается раз семья. Ну, сейчас как раз три семьи. Четыре семьи мы остались. Три семьи и четыре семьи, да? То есть первая семья. Давайте еще отправим. Шабанова одна семья. Здесь у нас уменьшение площади. Правильно, понимаете? Да. Вот мы сейчас с этой, с Светланой. Да, ей сделали коммунальную квартиру. Из-за ее квартиры. То есть вот в данном случае в данном случае... Да, это концерт. Правда, Канькова. Это вот, это в миссии с Попутином. То есть вот, ну, уменьшение площади, да? Смотри, да. Уменьшение площади в данной квартире полностью снежные проходные. Я знаете, что... Чему они на любой люди? Да. Вот это семь человек. А вам что-то предлагали? Ничего нам не предлагали. Вы знаете, как сказали... Вот у вас уменьшение площади или что? Да, да. У вас заниженная площадь даже той, которая у вас на данный момент присутствует. Нет, 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 нет. Мы в них желаем. Желаем, у нас везде желаем. А мы проживые бывают. А, нет, просто они-то нам везде утверждать, что главное, что общество. Ну, вот вы сейчас документы все увидите. На Красном Администрации нам на это оперируют, что главное там зависимости от того, находилась собственность или по метражу там где-то, что есть муниципальная собственность, которую мы можем поменять по факту. Ну, муниципалитет. У вас частный собственность? Нет, нет. У вас муниципальный собственность. Так, и, соответственно, в корзину вас рекламы Константиновна, у меня тоже уменьшение жилой площади. Тогда давайте так. То есть, прежде всего, мне надо факту уменьшения, то, что вам предложили, то, что у вас есть по факту, вот, допустим, пока у меня есть, да? Да, это не только здесь, по всем. Квартира отмечена. Так, давайте тогда, значит, вы мне помогите квартира. Вот план второго этажа, это что такое? Вот здесь какая-то, вот здесь я, вот здесь открывается. Да, можно поменять с вами? Нет, ну ладно, это копия, давайте. Ну, здесь вы запросите, вот первые квартиры отметьте. Да, у вас волчат у меня совсем плохо, да, ее вообще не плохо. Здесь нам предоставила администрация. Ну вот, по первой квартире, что ж у меня здесь, посмотрите, на чьи-кер-ми квартиры, вот здесь прописано, вот идет. Так, квартир, вот она первый, да? 34, 58, вот находим здесь космонавтов, значит, сейчас у них четвертая квартира. Значит, желаю 34, 58, общая 50, 25, правильно? Вот я завожу. Это что, чья квартира-то? Это квартира корзиновая. Корзиновая. Давайте по-вашему разберемся. Ее корзиновая здесь нету, я не хотел без меня. Ну, вот, а вот здесь, вот смотрите, давайте с вашей квартирой. Ну, хорошо, такая квартира, 5-ая. Значит, у вас 34 полезные, 9, 6, 3, 4, 96. 34, 96 и 50, 96, это общая, правильно? Хорошо. Что вам предложили? Значит, по-новую, у нас там, у меня нет этого документа, этого, по новой квартире, там предложено, сейчас вам скажу, значит, 50, общая и желая 27 с какими-то копейками. В общем, на 7 квадратных метров нам убавлено желая площадь. Мало того, что она смешно, и все желая убавлено. Вот смотрите, я, извините, вот по всем остальным не звонил, то есть вот в данном случае позвонил застройщику, он, говорю, мне надо больше 50 квадратных метров площадь, чтобы влезли, да? То есть он мне сказал, что есть квартира 61 квадратный метр, лоджия в подарок. Ну, так образом. И вы посмотрите. То есть если это устраивает, тогда второй разговор. Да, то есть как мы это будем делать, это я уже буду задавать вопрос своим сотрудникам, мне, соответственно, надо переправлять информацию в выпуск, ладно? То есть так уж, что-то ли. То есть я вам сейчас дам... Я сейчас не успел просто, сейчас не буду. Я так понимаю, вот что вы понимали. Вот квартира вот отсюда, вот начинается. Вот она вот так вот. Номер культуры... Есть. Вот так вот. Получается раз, два, три. Что он мне очень хорошо пропечатывал. Ну, я можно? Сейчас я позвоню сразу. Послушайте, мы уже по большому счету жаловались по поводу того, что они предоставляют метр в метр. Правильно? А что вам ответили? Или вы на это уже... Нам все время отвечает, что программа переселения, главное, чтобы сходила с общей площадью. Все. Жилая площадь не ходит. Я сейчас показал, какой квартир нам предоставил, например, даже нам даже плиту положили, как бы балкон, но самого балкона ни выхода нет. Я говорю, ты что, издевательство? Там два детей мать. Ну, то есть я правильно понимаю, что в принципе нарушили... Само сейчас. Алло, Аркадич, привет. Слушай, ну, сейчас вот я общаюсь по квартирам, да? Ты меня вот то, что скинула на электронку вчера. Ну, честно, честно скажу тебе, там даже цифр не видно. Ну, вот я вот распечатал, да? То есть у меня не видно, я даже вот, ну, что-то какая-то кривая. Ты не скажи, номер квартиру, ты где 61 квадратный метр? Какой номер-то? Это на первом этаже соседней квартиры, да? А как можно вот людям куда прийти посмотреть? 37-я? 27-я, значит, сам Аркадич. Да, не 27-я, а 24-я. Да, 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 да. 38-я. Нет, подожди, давай так вот, Аркадич. Сколько? 58,9. А сколько полезных площадь? Без лоджи, лоджи в подарок, да? Спасибо, что для меня спросили. Ладно. Ладно, Аркадич, как можно на кого выйти, чтобы люди пришли, посмотрели? Так. Ну, они сейчас у меня находятся в администрации, им надо где-то полчаса, сейчас мы поговорим еще раз, и потом они подъедут. Не-не-не-не, давай-давай, утром, через час, утром, в три часа, а не до права, коль-то. Ну, ты сам со своими реши, потому что они там рядом проживают, они придут пешком-то. В 10.00, завтра в 10.00, подойти прямо в 38-й квартире, телефон скажи, чтобы им звонили. Кто будет? 65-55, как Алена, Елена Николаевна, да? Все, давай сейчас, это сам, передам, тогда завтра, ну, Аркадич, предупреди, пожалуйста, людей, чтобы будут звонить, в крайнем случае. Да, а в 10 часов там будут, короче, стоять семья Погодкиных и, значит, Конькова, да, то есть, посмотрите, вот, квартиру, покажи, пожалуйста, ладно? Ну, это семья Погодкина, который вот сейчас, вот, как папе, кто-то другого, ну, это дочка, мама, дочка, пускай, все, пока, покажешь, ладно, все, давай, обнимаем, пока. Это я вам отдал, значит, завтра вы все услышали, значит, что у меня к вам Любовь Евгеньевна, то есть, факт предоставления, вы мне тоже, кстати, в факте показали, вот, вы сказали, что у вас есть, а то, что вам предоставили, вы мне не даете, пока. Но я вам верю на слово, но все равно от вас тогда вот это. Ну, вы у него сейчас звоните, вы можете спросить, он вам скажет, какая у него там площадь, по-моему, 26-я квартира. 26-я квартира. Нет, по факту, живой площадь, Любовь Евгеньевна. А у тебя нет этого? Да не взяла я его. Ну, потом, ладно, это не факт, это не важно, потом, то же самое, Любовь Евгеньевна, у вас, ладно? Вам на космонавтов предоставили сколько? Я вам еще раз покажу, вот здесь все есть, у вас, у них 47-я, 49-я. Вот она, 49-я квартира, вот здесь стоит, вот 49-я, вот квартира, вот смотрите. Вот, это у нас, сейчас я сразу запишу. 51,2, желаю 28,9. Вы же видите? 28,9, да? Да, а вам что сейчас? А у вас будет что? Сейчас подождите, а вам, да, вот наши первые листочки до головы, и здесь здесь есть все. Тут же одно, чем-то это по-бытик, у нас, это изменение. Общая площадь у меня сейчас. Так, общая площадь 50,99, желаю 35,2. Это вот здесь. 35,2. 35,2. Сейчас она придется, давайте дождемся, ладно, потому что вот, почему скользкая тема такая, желая площадь и... Потому что площадь, которая у вас была, у меня как бы дали больше, там, да, сейчас, 51,2. Правильно, это сейчас же дали. Да, 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 по которым это к основам. Да, но по факту, грубо говоря, там, желаю у вас было там 35 по экспликации, а дали 28, в общем линии. Вот мне надо... Ну, давайте закончим сейчас узнаем, или на дождь искачет, он занимается этим вопросом, чтобы не быть голосом. Но, с другой стороны, всегда можно понять людей, которые, знаете, в жилую площадь забирают и дают имущество. Даже дело не в том, что, как они распределяют. Вот родственников проселить была коммунальная квартира, Бубликова родственников. Там, они жили в трехкомнатной квартире, у мужчины одна комната и занимали две комнаты. По закону тоже, как бы, при таком переселении, как они нам тычут, они также обязаны были поселить в коммуналку. Но, однако, они дали и тем однокомнатные квартиры, и родственникам двухкомнатные квартиры. И вторичные, и бесплатное жилье раздавали. Девушка проживала без прописки, без ухода. Ну, вот вы, вот сейчас, вот прям так хорошо, вот вы сейчас давайте, давайте, а мы четыре года, мы дыхались, и непонятно за что. А вот сейчас вы так хорошо улыбаетесь, вот давайте. А у меня я не съеду до тех пор, пока решение суда мы не отменим, я не съеду из этой квартиры. Давайте, ни в какую, хоть золотую не дадите, не поеду. Пока не отменьте решение суда, пока не отменим, я не возмещаю, где мои убытки. Вот, пускай скороспелого, она ими, может, не может, может, она не может. В ее компетенции отозвать свой иск, она может. Решение суда состоялось. Ну и что? Как можно отменить решение суда, которое состоялось? Она даже отзоветую искрешение уже есть. Мы вот, давайте, не будем упираться в какой-то вот угол. То есть, я вот сейчас реально, то есть, вы говорите, вот раньше не могли, сейчас могли, там и так далее, и тому подобное. Раньше, извините, у меня не было полномочий, сейчас у меня есть полномочия. Соответственно, то, что решение суда, которое состоялось, которое было апелляционной инстанцией не опровергнуто, оно есть, его должно выполнить. Ну и еще раз говорю, вас же никто не бросает, вам по факту говорят, давайте решим. У нас не сбросают, потому что мы дошли, слава богу, до Москвы. А если бы мы не дошли, так бы нас и тискали бы дальше? Вот давайте по совести, если бы мы не дошли, так бы вы и защищали интересы застройщика вот этого, с которым, который сейчас так любезно стал с нами разговаривать. Почему он завтра раньше не мог ей выйти? А вы знаете, о ком я говорю? Я знаю. О Кузьмине? Нет. Нет? Нет. Ну их там четыре этих. Нет, это вообще застройщик с Александром, я его просто знаю очень давно, поэтому у меня контакт. Ну вот, а раньше защищались интересы застройщика, там же его сестра работает вашим помощником двуреченская. И никто ничего не хотел делать. А мне это тоже, сколько нервов вымотали. Давайте мы не будем переключить на личности. Каждый день сидим на кровололе. А почему мы не должны это делать? Давайте не будем переключить на личности. Надо дойти было до Москвы, чтобы вы с нами захотели разговаривать. И одно вранье, она уже замучила это вранье. Я с вами всегда готов разговаривать, и здесь двери всегда открыты. И не надо вот так вот передергивать и говорить. Не надо, не хотели с нами раньше никто разговаривать. Не правда. Сейчас заговорили, только когда Москва началась. К сожалению, здесь Москва ни при чем. Чтобы вы понимали, то есть есть четкое указание, или, как так скажем, обращение губернатора, разобраться с этим вопросом. Москва мне никакого отношения ко мне не имеет. Ко мне это не имеет отношения только губернатор Владимирской области. И если поручено разобраться сверху своих полномочий, я это делаю. Предоставление жилья из аварийного фонда осуществляется согласно общей площади или жилой площади? А если жилая площадь, тогда они вообще представление по той площади, которая была предоставлена. Не менее, чем та, которая была. Ну а жилая площадь отражается? А жилая сейчас вообще никак не отражается. Почему? Потому что по жилищному кодексу сейчас предоставление везде общей площади. Нет, прижимая. Вы видите там коридору, вообще квартиру. Как они будут жить? Кровать в послать. А ему вон и предложили в коридоре спать. Площадка, семь детей. Если, например, имеется в виду коридор, там большую, как вы сказали, тогда та жилая площадь, которая у них есть, оно не меньше той жилой площадь, которая у них есть. Мы подошли к тому, что не менее той жилой. Скажи мне тогда, пожалуйста, вот я сейчас по факту, допустим, Чема, Львовь Евгений, семь детей. Семь человек. Семь человек. Извините, извините. Семь человек. Вот у него по факту было 35 квадратных метров, по жилой площади, 50-99 полезных. Полезных, по факту предоставления, идет 51,2 общей, и 28,9. Это нарушение. Ну, это понимаете, как сказать, если есть согласие ваше, но тогда они должны письменно либо оказаться или согласиться. Я знаю, что строительство было у нас. У нас есть отказы. У вас сейчас такие все. У вас есть отказы. До начала строительства. Нет, до начала строительства эти были. Ну, Чемагиных не было. Они изначально... Вы отказались? Потому что там отклонение от этого. Мы сначала согласились, а потом... А потом что? Отказались. На каком этапе? Когда увидели, из чего строится этот дом? Из всего гнилья. Что тогда? Да, если они первоперечно согласились, уже все. Поэтому стройка и по ним выкуплено было. Да, да, да. А каким образом мы можем сейчас исправить? Они закупили, вот были. Ну, купили, понимаете. Дальше что? Это главное, наверное, я слышал. Это 50 лет. Клену Рудольфу, по факту, они могут согласиться и можно предложить другое житье. Я правильно понимаю? Допустим, то, которое их устроит. Больше, предположим, в жилой площади. То есть, в принципе, тут... Не важно. Вопрос. То есть, если они соглашаются на другую площадь, на жилую, по сути, заключают мировое соглашение между собой. Вопрос. Если она имеется. Предположим, мы им завтра предлагаем, предположим, в другом доме, те же там 52 квадратных метра, где жилой будет 38, допустим, квадратных метров, она устраивает эту семью, они пишут свое согласие. Абсолютно верно. Вопрос по деньгам, он сейчас второй вам. Да, это предположим, из бюджета мы доплатим. Ну, допустим. Ну, это там... То есть, если это... Я поняла. Да, да, да. То есть, в принципе, если они дают свое согласие городской администрации переехать в другое жилье, которое их устраивает, вопрос будет исчерпан. И исчерпан. Да, и при наличии. Все правильно. Все правильно. Значит, давайте мы подытожим. Все семьи, которые сейчас здесь присутствуют, ну, представьте в семье, не согласны с жилой площадью, которая им подставляется взамен. Правильно? В наличии удовлетворяющей жилой площади не менее той, которая у вас была, вопрос будет снять. Правильно я понимаю? Так у меня вообще больше мужа. Нет, подожди. Мы сейчас вернемся к этому. Сейчас вернемся. Давайте, давайте по жилой площади. Это правильно я понимаю? Значит, сейчас мы вернемся. Вот наш вопрос. Она нас тогда в городе. У нас была трехкомнатная квартира тогда. Нас селили в меньшее. Ну, это там мы давали вам временно. Ну, у меня есть договор маневренного фонда. Ну, временно, нет, нет. У вас поменялась площадь с первоначальным вашим жилем? Уменьшилась? Это общее, а полезное? Полезное, сейчас вам скажу. 10, 14, 20. 44 квадратных метров на тот момент. Как здесь поступить? Это то, что, во-первых, когда мы переселяли, и муниципальный был, а, конечно, да. А муниципальный тогда там сложнее. Нет, вот так, все так. Это муниципальный был жилем. Когда сгорел дом, мы были вынуждены их осилить. Маневренный фон. Маневренный фон. Который меньше жилой площади сделали. Ну, а куда им было преселить? Нет, я просто говорю, перехватываю. Дальше, что вы сейчас? Они занимали вот это, я не знаю, на тот момент. Тогда, вот скажем, на самом деле, вот они говорят, мы жили, у нас была полезная площадь 44 квадратных метров. Надо сгорели меньше. Потом предоставили много жилем еще меньше. Но по вашим счету, одно, второе, третье. Как здесь поступать? Поступать по тому, который был последний договор. Потому что все это жилая, муниципальная площадь, уже предоставлялась. Которую они занимали на момент расселения. Да, да, если можно, то он ушел, да. Попробуем. А что, законные... Дождите, если у вас... Нет, а почему у всех остальных из седьмого бомба расселили как положено? По договору на социальном найме у вас какая была последняя площадь? Ну, это маневренное у меня было. У вас как и было маневренное? То есть у вас договор был маневренного жилого? Да, только потом они меня потом переделали. Я не обратила внимание. А то же при наличии, подождите, вот, тот договор в наличии... Ну, а со мной маневренного дня, ну, верно. ты когда зайдешь, мне позвонили. Снято, ну, видите, как хорошо. Видите, как хорошо. Ну, вот, обман на, за обманом. Идет и идет. Они не имеют права заключать с нами этот договор. Но вы-то его прописали. Вот в чем проблема. Но мы сейчас... Не уменьшают ваши, как говорится, вины, это ваша... Давайте исходите с того, что вот, ну, по вам как бы мы определились, да? Сейчас тоже... Вот самый главный вопрос по девочке, да, это у вас в теплане. Муж сейчас занимает площадь какую-то? Он не имеет права тогда площадь зима получать. Потому что... Они уделили и сделали на блогу. Вот, на противень. Он уже прописан и договор на нем там все составлено. На одну четвертую. Там такое происходит, в квартире, у нее 15-летняя девочка и агенция. Вот, представьте, она уедет на работу. Он уснет, пьяный. Плюс еще... Нет, ну, во-первых, они разведены, поэтому им должны были предоставить... Не, 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 подожди. Паразовка или предоставляет потребование одного супруга, или нет, тогда они совместно воспитывают. Поэтому у нее нет разделения там или с мужем, или с мамой. Или с папой, или с мамой. Одна четвертая. Вот ее квартиру... Почему документов... Нет, вы начали говорить про девочек, которые живут в квартире. Нет, нет, нет. Когда, нет, вот, когда вот это строил судом. Вы были разбили? Да? В 2010-го года. А как тогда документы уже есть? Ну, Карагодин тогда и очень удивился, когда у нее приветствует свидетельство раздражения браку. Потому что они не спрашивали никаких документов. Им это не нужно было. Значит, Ирина, они решили, и все. Сейчас, вот мы сейчас обсудим, да, мы все еще переговорим. Значит, с каждым. Мы четыре семьи у нас. Шабаново, Коньково, Погодино, Чиманино и Корзиново. Корзиново здесь нету. Я не знаю, в чем там проблема. Она, я вам сказали, у нее дверь вынесена, открытая квартира. Она же не оставит квартиру. Ее здесь нету, поэтому я не буду за это. Она просила за нее сказать. А то иначе завтра еще приедут. Она может прийти сама, мы поговорим, и мы ваши сегодня обсуждаем. Сейчас, да, потом придет корзину, мы с корзином поговорим и решимся. Вопрос, не переживайте, здесь никто не будет загонять в угол. Значит, у меня просьба какая? Значит, четко изучить квадратные метры, одного-второго факта, то есть пожелания по месту и что предоставлено, какие договора были подписаны изначально, где было согласие, где не было согласие. Теперь, что мы уже... Ну, у нас вот завтра одна семья пойдет смотреть уже Конькова и Погодкина. Они пойдут смотреть квартиру. Вот по поводу Светланы. А значит, вот там все документы надо посмотреть. Да, по Светламу, принеси, пожалуйста, когда у вас был развод, каким образом все произошло, почему было предоставлено таким... И что у вас есть? Что у меня есть? Сидеть, как разторжение, что мне нужно? Значит, первое, значит, расторжение, прокрас, копию, ну, копию, сходящего, помещать, покажет, подлик, покажать. Значит, последний договор, не то, что, как у них переселялись монетами, именно последний договор, как... Это нет, вон, здесь у нас. Да, вот он. Ну, не полной форме, начали. Да, да, не последний договор, который был заключен у вас вот именно на то жилое крючение, которое заменяет... о том, что вам предоставляют, какое жилье, у вас же есть документы, которые предоставляли, какие-то напитки, что-то вам присылали? На новые предложения, не может, предложить, не может, предложить, уважаемый, предложить. Но это вот, как вы заявляли, что у них никаких требований не выдвигали. Требовно, это не ваш адрес, а адрес службы. Везде, как вы считаете, на уничтожение, сейчас, 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 мы уже ходили по всем этим организациям. У меня уже все считают, я на мне. И он до сих пор, вот он не выясняет документы, то, что у вас есть на новую квартиру. О, нет. Откуда вам у нас? Только чехи. Какой? На старую квартиру. Вы слушайте меня внимательно. Свидетельство о расторжении брака. Все документы на последние, фактические документы, которые вас занимают. Вот вы сейчас занимаетесь. Деревяшка, давайте скажем. Да, оно есть. Дальше. И все, что у вас, может какой-то мизер, может какое-то письмо, или что на новую, что вам предоставлялись, это хорошо, я запрошу это сама в городе. Но будет данным, так и дальше. Все, что есть, ради бога, мне принесите. Четвертый кабинет, не надо мне владельцу больше. Ну, как говорится, отвлекать пока. Мы пока с вами, я займу с вами. То есть вы не принесете документы, я с вами буду работать. Собанно понятно. И то же самое, чем у нас документы. То же самое, предоставлено жилье с меньшей жилой площади. Правильно понимаете? Любовь Шигина. Там семь человек, двое детей. Значит, девчонки, у меня просьба к вам какая-то. Я хотел бы в течение следующей недели хотя бы понять, что нам надо. До конца. Причину, следствие и решение. Для этого вы завтра посмотрите квартиру. Позвоните, пожалуйста. Если Елена Николаевна по какой-то причине не захочет звонить, вы позвоните. Любовь Ирина Рудольфа. Сейчас отдайте, пожалуйста, телефон. Запишите, пожалуйста. Я вас очень прошу, всю информацию наведите. Просьба, ладно? Теперь с этим понятно. Нам нужны исходники, чтобы понять причину. Да, ничего. И по вам. Значит, тоже последний договор, где вы жили. Все документы, что вам присылали, письма однозначно, то, что вы где вы давали согласие, где вы потом давали согласие, что у вас... Ну, все, что есть. Все, что нет, я буду запрашивать. Тогда мое, что я не согласен. Все, вы все. Значит, еще раз, хочу, чтобы вы все понимали, что все эти же документы мы будем требовать из городской администрации. Мы все это за... Мы хотим просто посмотреть и сверить на первом этапе, чтобы было, какие у них документы, какие у вас документы. Понимаете? То есть, если есть нарушения, мы как бы выявим это. Ладно? Теперь относительно вашего вопроса согласно решению суда. Я вас очень прошу. Есть вещи, которые уже состоялись, и никто их не исправит, никто не отзовет, и никто не поменяет решение суда из администрации. Вот вопрос, если есть нарушение прав человека, сейчас находится, и вы можете обратиться, вы можете обратиться, но давайте мы не будем загонять ситуацию в тупик, давайте будем решать вопрос по существу. Я просто к разуму вызываю и все. Стойте мотать нервы. Вы говорите о накорвалоле сидите. Да, накорвалоле. А вам задать вопрос, когда не знаешь, чем накормить ребенка, вот такие долги висят из-за того, что нас незаконно судили. Елене Калом, вы не кипятитесь, пожалуйста. Я нервничаю, да. Нервничаю. Потому что не вы не ложились спать и думали, чем вас накормить ваших детей. И когда ты сидишь целый день на одних чинет, чтобы дети были накормлены. Можно это взять, да? Возьмите. Елене Калом, давайте так. Мы, служба которого возглавляет Жан Борисовна, в том числе и помогает в трудной ситуации, чтобы вы понимали. И если есть необходимость в платье для того, чтобы закрыть коммунальные счета, она это делает. И нормально мы относимся ко всем. То есть давайте не будем друг другу кричать, а будем находить компромиссы. Мы для этого здесь и собрались. Не надо сейчас говорить о том, что вот дело более раньше, или что-то там подобное. Каждый выполнял свои задачи, свои функции. Еще раз говорю, у нас есть свои полномочия, которые мы выполняем. И пока к нам претензий по этим функциям нет. И дай Бог, чтобы дальше не было. Если нам поручили разобраться с этим, мы будем разбираться. Давайте не будем никого обвинять, а будем ситуацию выправлять. И все. Ладно? То есть и вам хватит нервничать, и нам тоже не надо лишних проблем, которые создают главный бой. Договоримся. Вот от телефона Елене Николаевны побольше, да? Вот. Это зачет нет. Значит, от вас завтра вы посмотрите. Скажите, пожалуйста, результаты. Елене Николаевны или вы... Нет, все, что какие документы есть. Базы. Сегодня, сегодня запросить все документы с города. Вот по 4-7. Мы не только квартиры вашей. Шалкодеку 5. Скажите, Шабанова, да? Это же квартира 6. Конькова. Чемогина. Судья, номер 8. это не погодки на коньков и еще запиши сразу те квартиры которым честно я в администрации квартир которому на космонавт доставили кроме это первая квартира квартира 1 теперь квартира здесь вот по коньковому по буквально сейчас посмотрят завтра о шабановой там деление там непонятно муж как почему подъема получил да и соответственно чем манина получил такую квартиру по согласию к первичному на шоке на на шоке на космонавт сам берет на первичное согласие было что посмотришь потом на отказ если вас не устроит квартира который вам предлагает мы тогда тоже такие вот там больше там я думаю что что там даже и сам воду давайте посмотреть а корзину тогда я сейчас вы дождите пока выйди там подошли зайдите или же возьми там не передать смотрите у меня к вам такая просьба во первых пока не надо информацию интернет мы работаем да то есть у нас текущая деятельность идет это раз во вторых наша задача снять напряжение и решить этот вопрос правильно давайте конструктивно спокойно так скажем нормально я думаю что ваш адрес сейчас никто никакие движения делать не будет и давайте обозначим время временной отрезок то есть я хотел бы чтобы до конца следующей недели до четверга мы должны четко понимать кому что направить все вам большое спасибо что нашли время подошли еще раз прошу извини за задержку так так в в в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok